Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок! Сегодня с вами я, Пашкевич Анна. И в этом видео мы будем говорить про кабачки. Не про выращивание и защиту от вредителей и болезней, а о том, какое вкусное блюдо, какую вкусную заготовку можно приготовить из кабачков. Сегодня я вам предлагаю приготовить крайне приятное, вкусное, насыщенное блюдо, но вместе с этим несложно. Называется кабачки по-корейски. Наверняка многие из вас любят и пробовали различные овощи по-корейски, но поскольку у нас сейчас конец лета, обилие кабачков, которые, как правило, мы не знаем, куда деть после того, когда наварили различных и варенье из кабачка, и кабачковой икры, то тогда самое время приготовить кабачки по-корейски. Для того, чтобы приготовить кабачки по-корейски, необходимо взять 3 килограмма кабачков, полкилограмма моркови, полкилограмма лука и 200 грамм чеснока. Поскольку мы будем готовить кабачки по-корейски, то лучше, конечно, использовать специальную терку, которая предназначена для приготовления овощей по-корейски, которая нарезает овощи соломкой. Если у вас нет такой терки, то подойдет и обычная наша традиционная терка. Все овощи мы очищаем, кабачки и морковь шинкуем на терке, лук нарезаем полукольцами, чеснок продавливаем. Для этого можно использовать чеснокодавилку или обычный блендер. После того, как мы приготовили наши овощи, заливаем их маринадным раствором. Для приготовления маринада нам понадобится 1 стакан растительного масла, 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли и 150 мл уксуса. В отношении специй и приправ то, что вы любите. Например, можете использовать зелень в виде петрушки, укропа, кинзы. Также лучше использовать приправы, которые специализированы, предназначены для овощей по-корейски. Например, приправы для моркови по-корейски. После того, когда мы приготовим маринадный раствор, заливаем ими овощи и мариную в течение 3-4 часов. По окончанию процесса маринования раскладываем овощи вместе с раствором по банкам. Можно по пол-литровым, можно по литровым банкам. И помещаем их на стерилизацию, например, в кастрюлю. Стерилизовать будем 15 минут пол-литровые банки от момента закипания жидкости в них и около получаса литровые банки. После этого можно кабачки по-корейски закатать и использовать. Вот таким незамысловатым рецептом со мной сначала поделились мои коллеги, которые принесли кабачки на новогодний корпоратив. И сейчас я поделилась им с вами. Надеюсь, кабачки по-корейски вам придутся по душе и по вкусу. До новых встреч на канале Процветок. Всего вам доброго. Не забывайте про подписки и лайки.